МОСКВИТЯНЕ Питая большое отвращение к работе, придаются не только пьянству, но и бесстыдству, часто нетрадиционному. Порок этот у них весьма распространенный. Кроме этих порочных и преступных наклонностей, они являются народом в высшей степени вероломным. Эту цитату из реляции, написанных в 17 веке английским дипломатом Карляйлем, вы вряд ли найдете в российских учебниках истории. Патологически, подчас шокирующие нравы и обычаи населения Московии, особенно в части удовлетворения плотских инстинктов, это то, о чем среди российских историков не принято говорить вслух. Но, тем не менее, никуда не денешь. Десятки письменных свидетельств, созданных иностранными дипломатами, путешественниками, учеными, собственными глазами видевшими жизнь всех сословий московского царства без прикрас. Возможно, мужик имеет веселую обходительную жену, которая служит его грубым прихотям, он все же ведет животную жизнь, предпочитая в постели юнца, а не женщину. Такие грязные грехи одолевают пьяную голову. Жена, чтобы вернуть долги пьяного мужа, бросается от зловонной печи к дружку, превращая в публичный свой дом. Неудивительно, что с такими низкими и звериными нравами они топором делают своих главных богов. Их идолы поглощают их сердца. К богу они никогда не взывают. Данный фрагмент подстрочного перевода стихотворных посланий из Москвы и Джорджа Турбельвилля 1569 года один из многочисленных документов эпохи, описывающий нравы московитов с обезоруживающей откровенностью. Казалось бы, такие нетрадиционные интимные моменты должны были остаться за закрытыми дверьми, вне глаз посторонних, либо основываться на слухах или домыслах. Но нет. Все бы так и было, если бы не одна особенность московита. Самому, ни от кого не прячась, и никого не стесняясь выставлять свои утехи на все увидения, пересказывать извращения свои и чужие, хвастаться и смаковать мельчайшие, повергающие в шок подробности. Это отмечают все авторы, поделившиеся незабываемыми впечатлениями от пребывания в Москве в течение XVI и XVII веков. Бережно отобранные цитаты будут приведены ниже. Ссылки на первоисточники ищите в описании к видео. Доктор Фрейд сегодня заплакал бы от умиления. В психологической науке это называется вытеснением, которое обычно проявляется в виде немотивированного забывания или игнорирования. Целая страна, Россия, клеймящая позором загнивающий, бездушный и развратный Запад, оказывается забыла, что еще совсем недавно каких-то пару-тройку сотен лет назад была царством глубочайшего порока, нетрадиционных нравов и извращенных этических норм. Все это вытеснено в коллективное бессознательное русских, и сегодня они претендуют на якобы эталон нравственности и чистоты в современном мире. Невольно вспоминается фраза из анекдота «И эти люди запрещают нам ковыряться в носу?» Уважаемые зрители, поддержите наш канал на платформе Патреон. Ссылка в подсказках на экране и в описании к видео. В июне 1568 года от английских берегов отправился корабль «Гарри», на борту которого находилось Королевское посольство в далекую Московию, сэра Томаса Рандольфа. В посольской свите, состоявшей наполовину из джентльменов, жаждавших посмотреть мир, обязанности секретаря посла исполнял поэт Джордж Турбервиль, будущий автор трех посланий в стихах, адресованных из России друзьям в Англию. «Я покинул мою родину совсем как безумец, и в незнакомой мне земле вращался среди русских, людей чрезмерно грубых, к порокам низким склонных, народа, способного быть в свите бахуса, поскольку пьянство в их природе. Пьянство – все их наслаждение, баклага – все, за что они держатся. Несмотря на чудовищный разврат среди женщин и их доступность, московит все же отдает предпочтение однополным отношениям и связям с юнцами. Возможно, это и есть следствие доступности, а возможно, это обычная среда пребывания, где взрослый для удовлетворения плотских потребностей не видит отличия ни в поле, ни в возрасте, что и передается из поколения в поколение». Другой автор, Петр Петрейда Ярлезунда, швед, пробывший в Москве с 1601 по 1604 год, собирал разнообразную информацию о стране, прикрывая эту деятельность врачебной практикой, что вылилось в итоге в монографию под названием «История о Великом княжестве московском». В нравах, обычаях и обрядах они так отвратительны, грубы и невежественны, что не только оскверняют и пакостят себя всякими содомскими грехами, но еще и хвастают и похваляются тем, что они то-то сделали и так-то поступили. Точно так же для русских слабые ничтожны всякие честные законы и уставы. У них делаются и допускаются почти все грехи и пороки, так что честный и приличный человек ужаснется, услышав о том. Дворяне, разорившиеся, считают большим срамом работать на себя своими руками или добывать что-нибудь, работая на других. Когда это предложат кому-нибудь из них, он отвечает «Это не совместно с моим званием». Когда у них не будет денег, они бродят по всем закоулкам и смотрят, не попадется ли каких-нибудь богатых молодчиков, и предлагают им для блуда своих жен, берут с них по два и по три талера за раз, смотря по красивости и миловидности жены или как сойдутся в цене. Муж все время ходит за дверью и сторожит, чтобы никто не вошел, не помешал и не потревожил их в таком бесчестном и распутном занятии. Сэр Томас Смит, англичанин, находившийся с торговым посольством при дворе Бориса Годунова, был умным, тонким и наблюдательным дипломатом, сумевшим добиться удовлетворения английских интересов в Москве. Как и многие его современники, посетившие Россию, он отмечал некоторые особенности обычаев и нетрадиционных нравов, царящих в среде московитов. Распутство составляет в этой стране столь общераспространенный грех, что их глаз сейчас же подметит его в иностранцах. Поэтому ради спокойствия вашей собственной совести и телесного вашего здоровья гнушайтесь разврата, как самой противоестественной слабости. И это тем более, что в этом отношении московитяне не только чудовищно бесстыдны, но как бы олицетворяют собою само бесстыдство. Путешественник и дипломат Яков Рейтенфельс в своих сказаниях герцогу Тосканскому о Московии описывает русских следующим образом. Они до того дошли в необузданном увлечении грехом, что не разбирают, принося жертвы Венере, ни пола, ни способов. Погруженные в глубочайшее невежество, они, по правде сказать, не в состоянии понять тяжести этого преступления и полагают, что исполняют все, что требует праведность христианина, если снимут с шеи крест или закроют изображение святых, прежде чем приступят к совокуплению с блудницею или юнцом, ее заменяющим. Стоит сказать, что источников, описывающих нетрадиционные нравы и обычаи населения Московии, имеется достаточное количество для того, чтобы сделать обобщающие выводы о морально-этических нормах московского общества прошлого. И для этого прекрасно подходят избранные цитаты из произведений авторов тех лет. Да хоть положим Яна Стрюйса из «Путешествий по Москве», изданных в 1670 году. К тому же московитяне неучтивы, суровы, невежественны, вероломны, недоверчивы, жестоки и предаются страстям таким скотским, что садомский грех не считается у них особым преступлением, которое при том же не составляет у них тайны. Упомянутые книги и большинство из еще более десятка подобных монографий, написанных иностранцами о Москве 16-17 веков, присутствуют в так называемой президентской библиотеке Бориса Ельцина, относящейся к управделами президента РФ. Уверен, что Борис Николаевич, как человек разносторонний, с интересом листал эти пожелтевшие страницы. А вот Владимир Владимирович, судя по всему, всегда игнорировал все противоречащее его советскому мировоззрению. Аналогично ведет себя и большинство жителей Российской Федерации. Игнорирует и забывает неудобные страницы истории. Даже поговорка у русских есть специальная для таких случаев. Кто старое помянет, тому и глаз вон. Поэтому напрочь забыты все скотские грехи, обычаи и пороки прошлого. Забыт также, например, и фашизм, который русские строили параллельно с Гитлером. И теперь россияне свято верят в то, что они главные поборники нетрадиционных ценностей в мире и эталонные антифашисты с большой буквы. То есть все скотское, ужасное, извращенное, нетрадиционное, постыдное, неудобное и античеловечное, все эти скрепы порока, являющиеся неотъемлемой частью русского мира, вытеснены в Россию в коллективное бессознательное. Теперь они непогрешимые праведники, с пеной у рта, обвиняющий Запад в бездуховности и разврате, крича, мол, «Нет, мы не такие!» «Такие, такие!» Зигмунд Фрейд еще сто лет назад предостерегал, что чрезмерное вытеснение, этот защитный механизм психики, проявляющийся в виде немотивированного забывания или игнорирования, может привести к катастрофе, нелогичным поступкам, саморазрушению и антиобщественному поведению в целом, что мы, собственно, и наблюдаем во внешней и внутренней политике Российской Федерации, а также нравах ее отдельных социальных групп. А всего-то не стоит пыжиться и стараться быть тем, кем ты не являешься на самом деле. России для этого нужен серьезный, возможно, коллективный сеанс психоанализа, чтобы избавиться от старых детских травм и принять себя такими, как есть. Это видео не имеет целью обидеть кого-либо, а только лишь напоминает россиянам о том, кто они на самом деле и почему у них, извините, все всегда через... Опа! Спасибо за внимание! Больше информации смотрите на сайте хрендяблики.ком Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, а также поддерживайте авторов на платформе Патреон и ваше имя появится в титрах очередного ролика. Всем добра и здоровья!